ПЦР-тестирование в Наринмаре снижено. Это решение было принято по поручению главы региона в связи с сведением постов эпидемиологического контроля для прибывающих в округ. Стоимость ПЦР-теста снизили на 400 рублей. Теперь его можно сделать за 1000 рублей. Для пациентов с диагнозом COVID-19 исследование проводится бесплатно по назначению врача. Посты эпид-контроля в аэропортах и на причалах барж региона работают с 21 июля. Прибывающим в округ из-за его пределов необходимо предъявить сертификат о пройденной вакцинации, либо сертификат о перенесенной инфекции с QR-кодом, либо результат ПЦР-теста. Также можно сдать ПЦР-тест сразу по прибытии в округ на посту эпид-контроля. Отметим, в аэропортах и на причалах барж организованы пункты проведения ПЦР-тестирования. Готовность результата в сутки. Цена на ПЦР-исследование в регионе стала одной из самых низких по стране. Теперь она составляет 1000 рублей. Расходы на компенсацию разницы в стоимости услуги взял на себя окружной бюджет. Исследование проводится в клинико-диагностической лаборатории Ненецкой окружной больницы. Она открылась в Наринмаре месяц назад. Оснащена самым современным оборудованием. В будни ПЦР-тесты проводят по предварительной записи в поликлиниках. В субботу ПЦР-тест можно пройти непосредственно в клинико-диагностическом корпусе окружной больницы по улице Авиаторов. В порядке живой очереди. Медики просят жителей региона ответственно относиться к здоровью окружающих и не приходить на тест с признаками заболевания. И лицам, близко контактировавших с заболевшими ковидом и находящимися на карантине. В связи с тем, что такие случаи стали появляться, действительно, мы рекомендуем гражданам, которые себя чувствуют некомфортно, они чувствуют себя больными, у них есть какие-то симптомы повышения температуры и еще остальные признаки ОРВИ. Рекомендуем остаться дома, пригласить врача, чтобы врач уже сделал определенное назначение. По назначению врача пациентам с признаками ковида ПЦР-тестирование проведут бесплатно. При положительном результате тест проверят в ПЦР-лаборатории Роспотребнадзора уровня референс. Для получения такого статуса Ненецкой лаборатории потребуется какое-то время. На сегодняшний момент существуют определенные правила допуска клинических лабораторий до выдачи самостоятельных положительных результатов. Это происходит несколько этапов. Изначально мы получаем документ о соответствии для работы с данной группой патогенности, что нам Роспотреб выдало, и мы с 28 числа начали самостоятельно работать. Далее идет в течение двух месяцев перепроверка наших положительных исследований со стороны службы Роспотребнадзора. При совпадении 85% положительных результатов на протяжении определенного периода времени Роспотребнадзор через два месяца может нам выдать разрешение на самостоятельную работу. Сотрудники лаборатории считают, что наилучший выход избежать ПЦР-тестирования – это вакцинироваться. И необходимость в различных ПЦР-тестах, ВФА-тестах, она отпадет сразу же. И человек получит дополнительную защиту, которую государство предоставляет бесплатно. Для прохождения вакцинации сдавать анализ на наличие антител в организме не обязательно. Даже министр здравоохранения Российской Федерации Мурашко не рекомендует всем подряд сдавать анализы на антитела. Это лишь для успокоения себя, что действительно я чувствую, что я болел когда-то, я вот посмотрю этот уровень антитела. Противопоказания практически для вакцинации переболевших, они практически минимизированы. То есть, если бы прошло после того заболевания, которое вам кажется, что был ковид 2-3-4 месяца, смело можно прививаться. Записаться на вакцинацию от коронавируса можно через портал госуслуг или по короткому номеру 122, а также в медицинских учреждениях по месту жительства. В поликлиниках города Наринмара и поселка Искателей прививку сделают только по предварительной записи. Без записи пройти вакцинацию можно в дополнительном пункте, развернутом фойе Дворца культуры Арктика, в будние и выходные дни. На сегодняшний день для жителей региона доступны два наименования вакцины – спутник и эпивак-корона. Имеются противопоказания. До вакцинации необходимо получить консультацию врача.